В ходе рабочей поездки в Кимры Игорь Руденя посетил Савеловский станкостроительный завод. Это одна из крупнейших российских интегрированных компаний в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования. Однако сейчас завод испытывает некоторые трудности. Что именно собирается предпринимать региональное правительство для развития территории завода и как в этом поможет Ростех, выяснила наша съемочная группа. Первое и самое главное решение, принятое Игорем Руденей по развитию Савеловского завода, это создание на его территории индустриального парка. Это значит, что завод станет специально организованный для размещения новых производств территории, обеспеченный энергоносителями и инфраструктурой. Кроме того, на территории нового индустриального парка будет действовать специальный налоговый режим, направленный на поддержку резидентов, размещенных в нем. Мы готовы половину налога на прибыль оставляем на развитие у резидентов этой экономической зоны. Также мы приняли решение о привлечении фонда поддержки промышленности нашего регионального совместно с федеральным на техперевооружение и на развитие будущих резидентов экономической зоны. Простыми словами, правительство области готово полностью отказаться от налога на имущество и снизить налог на прибыль с 17 до 10%. Фонд кредитования сможет оказать ощутимую поддержку резидентам. Максимальную сумму кредита они готовы поднять до 55 миллионов рублей. Это позволит выйти на данную площадку средним и малым предпринимателям и окупить вложенные в развитие индустриального парка суммы. В этом готова оказывать влияние государственная корпорация Ростех, которую представлял заместитель генерального директора Максим Выборных. Мы всегда рады поддержать подобную инициативу. Тем более, это было приятно, должно сказаться, на социально-экономической ситуации, на занятости. Все, что будет от нас зависеть, будем делать. Кроме взаимной работы с Ростехом, правительство региона и Министерство экономического развития намерено изменить подход к машиностроению в городе. Так, Савеловский техникум будет курировать Министерство промышленности в Тверской области. А обучением кадров займутся специалисты завода и преподаватели Тверского технического университета. Практику студенты также будут проходить на базе Савеловского завода. По мнению участников встречи, такой подход позволит значительно улучшить уровень подготовки кадров и развить индустриальный парк, сделав его еще более привлекательным в глазах молодежи, как место будущей работы. Такие изменения в систематическом применении смогут не только обновить кадровый потенциал сферы машиностроения, но и обеспечить будущими работниками тверские предприятия.